Всем большой привет! Представляете, сегодня плюс 7 градусов нам показывает стадион. Обалдеть! Вчера только я вам рассказывала, что у нас снег выпал, а сегодня снова весна, так что зря все расстраивались. Мы едем в магазин светофор, девочки, так что те, кто ждал обзор и спрашивал, когда будет светофор, вот скоро будет, так что не пропустите. Он что, в футболке? Вон чувак в футболке розовой. Смотрите, мы едем по мосту, это набережная зимой, весна вот так выглядит. Арена Мариэл и вот парк, скоро мы будем ездить сюда гулять, я вам обязательно буду... Он уже открыт? Ну нет, надо, чтобы он высох и чтобы там красиво стало. Будем сюда приезжать вместе с вами, кататься на самокате, на велосипеде. Наступит лето, я вам покажу весь город, все самые красивые места, ну дай бог, конечно. А то, как всегда, планы наполеоновские, а потом все некогда будет. А это новый микрорайон отстраивается. Я вот набрала очень красивый салатник, взяла бокс, какой классный. Там Антоша с Сашкой гуляют, сейчас посмотрим, что еще тут есть у нас. Ой, господи, посмотрите. Ленор. 4 литра. 199 рублей. Так, что бы взять, что мне нужно? Вот досочки, я взяла в фикс прайс, мне они не понравились. Может тут лучше? Ну какие-то тоже не очень. Сейчас посмотрим, что тут интересненького. Кстати, посмотрите, порошки стиральные. Они тут очень дешевые, но я вот по бреликам пользуюсь. Что это ты взял себе? Ударим по совсем. А, нет, я точно не буду ударять. Хотя попробую. О, чистая линия, шампунь. Ну вот что-то знакомое я увидела. Ладно, не буду отвлекаться. Буду набирать себе что-то. Пленка пищевая, 100 метров, стоит 41 рубль. Недавно я фикс прайс показывала за 99 рублей. Тут дешевле. В два раза. Ваниши по 71 рубль. Антошу тут интересные штуки, надо было высаживать все всякие разные. Так, пойдемте посмотрим, что еще тут. Смотрим полочки, что здесь у нас. Ну вот так вот выглядит магазин светофор, как склад. Как оптовый. Обычно оптовый склад. Много продукции. Яшкин. Что такое? Пряники классические. Воздушные. А вот магазин светофор, в который мы приезжали. Девчонки, скоро будет видео, либо уже было видео. В общем, выглядит он вот таким образом. Непривычно, конечно, первый раз, когда заходишь, ощущение, что склад какой-то непонятный. Многие люди, просто в том числе блогеры, удивляются и жалуются, что, боже, там вообще невозможно находиться. На самом деле, я вот вам показала в видео, что там довольно-таки симпатично, мило, обычная обстановка торгового склада. Поэтому я в торговых подобных складах и раньше была. То есть, до того, как начала посещать светофор. Поэтому мне было прям вообще привычно. Я ничему не удивлялась. Но я вам показала, да, что цены на все товары, на привычные нам товары, они намного ниже, гораздо ниже. Причем с фикс прайс у них есть одни и те же товары. Вот одни и те же, один в один. Но разница в ценах есть. Причем даже иногда очень большая. А сейчас мы поехали на работу ко мне, потому что что-то мне там нужно подписать. Меня вызвали. Вот, едем. Решила я вам показать, как я Сонечке готовлю свои морс, которые она пьет в течение дня. Этот морс получается очень концентрированный. Я его немножко разбавляю теплой водой и даю Сонечке пить. Мне кажется, что морсы, ну не кажется, это так оно и есть, морсы, конечно же, гораздо полезнее. Потому что, когда я, да, давно уже задумывалась, пока ты варишь компот под воздействием высоких температур, о каких витаминах может идти речь, конечно же, наверняка во фруктах и ягодах ничего не остается. Поэтому я решила просто заливать кипяточком, либо очень-очень горячей водой, ягоды и фрукты свежие. Вообще мне девчонки писали, что кто-то размораживает ягоды, перетирает их с сахаром и заливает обычной водой. Это, конечно, еще полезнее. Я думаю, что максимум витаминов остается. Но вот пока я готовлю именно таким образом, потому что вкус такой насыщенный получается и выглядит красиво. Сейчас будем заливать и сразу же сюда я добавлю сахар, вот у меня стоит, ну где-то, наверное, 2 столовые ложки добавлю. Добавила 2 столовые ложки сахара и теперь заливаем просто кипяточком. Посмотрите, выглядит это очень-очень красиво. Через часик где-то 2 часа все это настоится. Забыла я на ночь залить. Обычно я всегда на ночь заливаю и к утру уже у меня морс готов, но вот тут пришлось утром этим заниматься и Соня пить воду. Доброе-доброе утро! Сегодня я решила вам показать свой уход за лицом именно в утренний период. То есть без снятия макияжа, без глубокого очищения кожи. Ну хотя посмотрим, как дело пойдет, потому что сегодня я могу заняться собой. Даже у меня есть может быть полчаса, может быть даже больше времени, поэтому масочки мы с вами поделаем. Самое первое, с чего я начинаю, конечно же чистим зубы, я это сделала. И теперь я буду умываться пенкой. У меня на данный момент 3 средства. Первое средство выглядит вот таким образом. Это гель для умывания от Zaytan. Энергетический для тусклой кожи с витамином С и мандарином. На самом деле, я так понимаю, что это средство близкое к натуральному средству. Мне нравится консистенция, мне нравится как она пахнет, мне нравится действие, мне нравится, что не сушит кожу. Поэтому по утрам, смотрите, я не так давно получила коробочку красоты. Она мне в Royal Samples попалась. Но вот уже видно, что я активно пользуюсь этим средством. Мне действительно нравится. Дальше, если посмотреть на корещину, то вот такая есть у меня слабокислотная пенка от Zaytan. Она мне тоже нравится, но моя самая-самая любимая пенка на данный момент. Это пенка от Circle. Вот так вот она выглядит. Энзимная пенка. И я обожаю действия этой пенки. Посмотрите, она у меня тоже заканчивается. Уже с августа месяц я использую. Они очень экономичные, но вот как я люблю, у меня руки тянутся постоянно именно к этой пенке для умывания. Итак, просто намочила лицо. Я вам, кстати, вот эту пенку много раз показывала. Обожаю консистенцию. Вот такая небольшая горошинка нам нужна. Она перламутровая, вся такая вязкая, вся такая красивая. Что я делаю? Ни в коем случае сразу на лицо не наношу и не размыливаю по лицу. Сначала я делаю мелкую-мелкую пенку именно в ладошках. Для чего это нужно? Сегодня прям я чувствую, полный гид будет по моему уходу. Для чего важно размыливать средства? Либо в специальных, вот знаете, специальной мочалке продают, которые взбивают пену. Кстати, они в магазине FixPrice появились. Но так как я человек, знаете, ну не то чтобы ленивый, я думаю, что с этими руки могут справиться. Придумали это корейцы для того, чтобы не растягивать кожу. Для того, чтобы кожа у вас не свисала раньше времени, чтобы она оставалась на месте, чтобы ее не травмировать. И так, я намылила, теперь ну просто смываю. Ух, как свежо, так как хорошо стало, девчонки. Нанесла я вот такой тонер, безспиртовой тонер с экстрактом азиатской цинтеллы от бренда Cosrx. Очень-очень нравится этот тонер, он настолько деликатный, он не сушит кожу, он не оставляет чувство липкости. И, не знаю, очень комфортное нанесение. Плюс еще, знаете, у корейцев, я уже говорила об этом когда-то в видео, есть правило трех минут. Ой, трех минут? Правило трех секунд, девчонки. После того, как вы умываетесь пенкой, паш-баланс кожи меняется. И для того, чтобы его быстрее восстановить, для того, чтобы кожа не высохла, высохла, ну, попросту говоря, да, по-простому, есть правило трех секунд, в течение трех секунд нужно успеть нанести тонер. Поэтому именно в спрее тонер мне этим и понравился. Очень удобно быстренько его нанести и распылить. Что теперь я буду делать? Так как у меня времени сегодня много, у меня тон дома, буду вот такую новинку использовать. Будем очищать кожу вместе с вами. Это маска детокс для лица с древесным углем. Вот так вот выглядит. Давайте я вам покажу артикул. Если вдруг вы заказываете продукцию компании Фаберлик. Так, наношу обычной кисточкой для нанесения масок. Это самая обычная черная маска. Оставляем маску на 10-15 минут. Буду заниматься своими какими-то домашними делами. Время от времени буду использовать вот такую термальную воду. Мист от Sun Look. Очень мелкое у нее приятное распыление. Мне она очень нравится. Ничем не пахнет. Давайте я вам продемонстрирую. Мне даже нравится макияж закреплять вот этой термальной водичкой. Настолько она приятно ложится. Очень мелкодисперсная. Все. Я побежала. Прошло, наверное, больше 15 минут. Девочки, больше чем надо. В общем, довольно-таки осторожно. Нужно смывать. Потому что вот эти целлюлозные спонжики, они тоже не самые деликатные. Я предварительно смочила эту маску, чтобы не тереть кожу. И снимается нормально. Ну а кожа станет, конечно, матовой. Прям такой чистой, такой бархатистой. И очень-очень гладкой. Сейчас я вам покажу состояние кожи после вот этой маски. Кожа действительно стала такой гладкой-гладкой-гладкой. Очень приятная на ощупь. И сейчас это еще не все. Я буду наносить следующую маску от Avon. И помните, я вам показывала в распаковке линейку In You от Avon, девчонки. Вот из всех трех продуктов больше всего, что мне понравилось, это вот такая золотая маска-фольга. У меня есть маска-фольга серебряная от бренда Apieu. Я так подозреваю, что наверняка стоимость примерно у них одинаковая. Apieu сложно достать, потому что это корейский бренд. Но Avon, пожалуйста, где угодно можете заказать у знакомых-консультантов. В общем, мне показалось, что это аналогичные продукты. Единственная и самая существенная разница, на мой взгляд, среди них, ну помимо цвета, вот эта маска золотая и серебряная, они обе суперфотогеничны. Разница в том, что серебряная маска от Apieu крайне неэкономична. А вот эта масочка очень экономично расходуется от Avon. Видите, какая она красивая? Она очень тонким слоем наносится, распределяется. А вот эта серебряная маска, она более толстым слоем ложится, ее сложнее распределить. Вот так выглядит на лице данная маска. Золотая маска-пленка. Снимается, кстати говоря, она действительно пленкой. Ну, я это продемонстрирую. Сегодня я нанесла особо тонким слоем. Я хочу, чтобы она быстрее высохла. Нужно распределять тонким слоем. Очень важно, чтобы слой везде был равномерный, чтобы у вас везде все равномерно. Вот эта пленочка схватилась и высохла. Еще самое странное для меня, это то, что у них ароматы похожи. Это очень странно. Вот, так что данную маску-пленку, пилинг-сияние, я вам рекомендую от Avon. Мне кажется, что вот из этой линейки, из того, что мне прислали, это самое интересное средство, которое действительно заслуживает вашего внимания. Из того, что еще мне отправили, давайте я вам, пока у меня маска стынет, я вам расскажу. Второе место занимает гель масла для лица Роскошь Шелка. Очень приятная текстура у данного геля. Посмотрите, легкая, такая прозрачная, с кусочками золота. Этот гель очень легко распределяется и 100% чувствуется, что это средство с кислотами. Чувствуется, что какой-то такой компонент есть именно по аромату, но, в принципе, по действию тоже. Потому что вот эти два средства, мне они еще отправляли омолаживающую ночную эмульсию для лица. После того, как вы их наносите, кожу щиплет. И это нормальная реакция, так и должно быть. Потому что средство содержит альфа, какую-то кислоту. Я вам, да, рассказывала уже. И вы знаете, вот это гель масла для лица, я им иногда пользуюсь. Редко, правда. Гель легко распределяется, у него очень приятная текстура. Но после того, как вы наносите, оставляет навязчивое ощущение и чувство липкости. Мне это чувство неприятно. Хотя я привыкла к корейским средствам. Корейские средства многие оставляют чувство липкости. Но здесь такое чувство липкости, как будто немножко забивает поры. Он не провоцирует. Кстати, средство не провоцирует появление прыщей и каких-то проблем на коже. Но именно по ощущению, как будто лицо закрыли пленкой. Третье средство. На него я самые большие надежды возлагала. Потому что выглядит, посмотрите, как красиво. Но я воспользовалась всего лишь два раза. И мне не понравилась эта эмульсия для лица. После нее тоже есть ощущение того, что вашу кожу щипет, работают кислоты. Я эту эмульсию наносила именно на ночь. И утром каждый раз, ну то есть каждые два раза, я просыпалась с отекшими глазами. Причем, конечно же, на область вокруг глаз я не наносила это средство. Я избегала. Но все равно вот эта отечность. И плюс еще супер навязчивая липкость. Очень сильное ощущение и чувство липкости оставляет вот это средство. Из всей линейки. Поэтому я бы порекомендовала вот эту маску-пленку. Ну, либо же, если хотите чем-то поиграться и хотите какие-то кислоты в уход добавить, то могу порекомендовать гель-масло для лица. Ну, опять-таки, 50 на 50. Вот это ощущение липкости. Я не скажу, что вот от этих двух средств я в восторге. Я ждала большего. Пока я с вами разговаривала, у меня уже местами маска застыла. Я прям чувствую, что стягивает. Все, не буду больше разговаривать. Масочка у меня застынет, и я к вам вернусь. Нужно вообще все маски-пленки начинать снимать снизу. Вот. Таким образом. Не сверху вниз кожу тянуть, а наоборот поднимать вверх. Вот таким образом. Обалдеть! Посмотрите. Теперь я остатки уберу просто тонером. Возьму другой тонер уже с розой. Вот такой у меня есть. Вот секретки. Вот. Он очень приятно пахнет. Намочу ватный диск и буду по краям проходиться и убирать остатки. Кожа действительно невероятно гладкая. Она прям сияет. И действительно какое-то отшелушивание клеток тоже есть. Скорее всего, вот эта пленка в любом случае, да, мертвевшие клетки какие-то с собой забирает. Не помню, что здесь в составе, какие действующие компоненты и ингредиенты, но эта маска-пленка однозначно работает. Мне она очень-очень понравилась. Я не скажу, что это must-have, но средство действительно достойно уважения и достойно внимания. Что я буду делать дальше? Буду наносить сыворотку от Урьяш, которая Age Protect называется. Замечательная сыворотка. Я ее нанесу прям побольше, погуще. Сегодня у моей кожи прям день отдыха. Обычно я на сыворотке не останавливаюсь после сыворотки. Сыворотку обязательно нужно запечатать сверху кремом. Но сейчас я не хочу почему-то наносить крем. И сейчас я просто возьму патчи Руби с болгарской розой. И нанесу эти патчи. Один патч я возьму. Я их, кстати, принесла с холодильника. Я все свои гидрогелевые патчи храню именно в холодильнике. Наношу на самые проблемные зоны. Это у меня межбровка. И плюс еще зона под глазами. Вот. Все. Через где-то 10-15 минут я уберу эти гидрогелевые патчи. Больше ничего наносить не буду. В течение дня буду пользоваться вот этой термальной водой. Если соберусь на прогулку на улицу куда-то в магазин, либо с ребенком, с детьми, то нанесу санскрин. Сейчас я вам покажу его. Вот такой у меня SPF 50 от The Same. Всем добрый вечер. Мы только что пришли с прогулки. И я вам хочу показать свои покупки. Что мы купили в магазине Пятерочка. На самом деле это стандартные покупки. То, чего не хватало. То, что закончилось. У меня Антон сегодня тоже закупался. Типа молоко, знаете, все самое необходимое. Хлеб. Поэтому я купила. Вот сейчас я вам покажу сразу чек. Вот это все мои покупки в Пятерочке. То, что я купила. Давайте я вам расскажу для чего и почему. На самом деле я вообще жуть как расстроилась. Потому что меня конкретно обсчитали. Я пришла туда, значит, думаю, блин, столько акций. Я сейчас все куплю по акции. Потому что и кассир. Я не проверяла на кассе. Чек не смотрела. Потому что кассир, ну, постоянная девочка. И как бы она знает, что я постоянно каждый день хожу в эту Пятерочку. Ну, ладно. Бог с ней. Мне пробили килограмм апельсинов. Где апельсины? Нет апельсинов. Ну, ладно. Давайте начнем с шампиньонов. Я планирую приготовить шульен. И поэтому купила шампиньоны. Я посмотрела, что они свежеподрезанные. Производство это Калужская область, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, сделано в России. И они выглядят очень красиво. Посмотрите, 400 грамм. Цена замечательная. Так, сейчас я вам скажу. 120 рублей. Дальше. Я купила все для того, чтобы приготовить рулетики. Завтра буду готовить рулеты. Лаваш армянский. По-моему, рублей 50 он стоит. 42 рубля лаваш. Конечно же, к этому рулетику. Мои любимые вообще авокадо. Боже мой, я настолько хотела авокадо. Я увидела в пятерочке. Посмотрите, какие огромные. И купила. Два авокадо. 171 рубль. На самом деле, ценник тоже был другой в пятерочке. И по итогу мне пробили дороже. Ну, ничего страшного. Ладно. Я их просто очень хотела в любом случае. Ворожное зерно в сливках. 48 рублей. Я очень сильно люблю. Именно вот этот творог зернистый, простоквашенный. Он такой вкусный. А еще я пробовала вот такую новинку. Активия. Термостатный натуральный био-йогурт с персиком и льном. Я уже точно такой же брала. Вообще брала несколько видов. И мне очень понравилось. Немножко непривычная консистенция. Но это вкусно. 170 грамм. 39 рублей стоимость. Дальше. Очень классные детские влажные салфетки. Джонсонс. Они шли по акции. В общем, моя акция накрылась медным тазом. Как я люблю говорить. 90 рублей стоимость салфеток по акции. 64 штуки здесь. Они очень хорошо пропитаны. Они такие нежные. Вот этот сам состав, которым пропитаны салфетки. Очень хороший. Очень приятный. Плюс еще нежный, ненавязчивый аромат. И сама салфетка. Вот сам материал хорошего качества. В общем, нравится. И еще для рулета из лаваша я купила вот два таких. Их набора. Семга ломтиками. Представляете, по акции вот эта семга стоила. Она очень хорошо выглядит. Надеюсь, и вкусно будет. 110 рублей. Это очень хорошая цена. Плюс еще, ну, она идет в вакуумной упаковке. Сразу взяла две. Цена хорошая. Ну, и выглядит классно. Просто рядом лежала семга. Вот такая, как на картинке. Красная-красная. Ну, понятно, что, девчонки, это просто краска. Не ведитесь на вот такую красивую красную рыбу. На самом деле, красная рыба вот такая и должна быть. Единственная сильно красная рыба, это была чавыча. Остальная рыба, которую я ела, они все вот такого цвета. И что мне понравилось? Это состав. Здесь всего лишь две ешки. В идеале, конечно, только соль поваренная должна выступать в качестве консерванта. Но что поделать, хотя бы две ешки. Потому что, опять-таки, рядом лежала семга или какой-то другой вид красной рыбы. И там состав был раз в 10 обширнее, чем вот этот состав. Так, смотрим дальше. Ну, местный кефир от местного производителя. 3,2% жирности. Я подумала, что я купила много зелени. И я люблю кефир разбавлять немножко с холодной водой, добавлять туда зелень и пить, ну, такую вот окрошечку. Стоимость кефира 32 рубля. А вот эта зелень, ассорти, здесь лук, укроп, петрушка 36 рублей. Сонечка для себя выбрала Машу и Медведь. Это мармелад с игрушкой. Мармелада здесь всего лишь там 5, наверное, или 6 штук. Но игрушка классная. Поэтому, ну, поэтому мы купили. Я ей сказала, выбирай что-то одно, как обычно, как вы меня учили, девчонки. И это всегда прокатывает 100 рублей стоимость этого боксика. Чупа-чупс. Я купила два вот таких чупа-чупса по акции за 15 рублей. Я не знаю, почему они такие дорогие. Видимо, это что-то очень необычное. Плюс еще размер большой. Видимо, внутри идет жвачка. Вот такой чупа-чупс я купила, потому что там Соня подружилась с девочкой, чтобы ей в подарок тоже вручить. Ответный подарок. Так, что еще? Соня попросила игрушу конференц. И плюс еще, посмотрите, где-то рублей за 60 я купила вот такую татушку. Соня очень просит уже давно вот такую именно блестящую татушку. Мы ей приклеим. Конечно, не все сразу, не все полностью буду разделять частями и наклеивать ей. Вот такие вот классные покупки. Завтра буду готовить рулет. Уже слюни текут на самом деле. У нас сегодня прям какой-то кулинарный кухонный влог получается. Все на кухне снимаю. Буду сейчас готовить мой любимый девчонки рулет, который просто обожает вот это сочетание вкусов. Единственное, я обнаружила, что у нас нет творожного сыра. Поэтому я буду использовать домик в деревне. Творожок. Он очень нежный, тоже прекрасно подойдет. И как раз таки у нас прям такой рулет получится супер ПП. Здесь, то есть бездрожжевой у нас лаваш. Здесь у нас красная рыба. Легкий творожок. Без добавок всяких. Низкокалорийный. 0,1% даже. Зелень, авокадо и огурцы. Все подготовила, помыла, почистила, посушила. Рыбу открыла, попробовала. Рыба вкусная, мне понравилась. Она не разваливается, не разлагается. Как некоторые бывают, иногда рыба попадается не очень хорошего качества. Итак, взяла всего лишь пол огурца, потому что буду делать сейчас один рулет. Очень голодный. На самом деле, очень хотим кушать. Сейчас раннее утро. И что? Ну, давайте начнем. Я сейчас разрежу полосочками огурец. Очень тоненькими полосками. Разрежу авокадо и буду раскладывать все. Вот такие тоненькие у меня пласты получаются огурца. Тоненько нарезала авокадо. Авокадо попался невероятно вкусный. Он просто вот тает во рту, та консистенция, которая необходима. Рулет должен быть потрясающим. Итак, зелень я не буду резать. Я просто буду отрывать листочки и прям много-много зелени класть. И зелень у меня только укроп и петрушка. И рыба. С ней я особо ничего делать не буду. Просто большие кусочки буду пополам разрезать. Сейчас я на лаваш просто намажу вот этот творожок. Домик в деревне. Я воспользовалась творогом. Если вы будете, девчонки, использовать, конечно же, как оно называется, творожный сыр, будет гораздо вкуснее. Ну а так гораздо полезнее. Я уже начала раскладывать, посмотрите, красную рыбу. Я вот так вот просто по линии разложу. Не буду жалеть. Прям много-много. Посмотрите, какая дорожка красивая. Немножко тут еще осталось. Теперь я буду раскладывать авокадо. Добавлю много-много авокадо. Прямо вот вместе с красной рыбкой. Я просто обожаю авокадо. Девчонки, напишите, есть ли среди моих зрителей такие же любители. Отчекрыжила, девчонки, всю зелень. Посмотрите, только стебельки остались. Здесь раскидала, разбросала. Вот просто в хаотичном порядке. Здесь побольше укропчика положила. И теперь я буду сюда же добавлять огурец. Прямо вот такими полосками. Видите? Потому что рулет мы будем заворачивать. И эти полоски останутся равномерными. Чуть подальше еще одну полоску сделаю. Вот знаете, это рулет, конечно, наверное, не для мужчин. Для девчонок, которые увлекаются попой. Для девчонок, которые любят низкокалорийную еду. Вот для меня это невероятно вкусно. Кстати говоря, Антоша у меня тоже любит такой рулет. Он, несмотря на то, что зелени очень много, он никогда у меня не отказывается. И всегда с удовольствием ест. А на завтрак я не знаю даже, что может быть лучше. Лучше, наверное, только овсяная каша может быть. Еще добавлю авокадо вот здесь рядом с огурчиком. Посмотрите, вот такой у меня рулет получается. Теперь, что самое важное. Его нужно очень плотно накручивать, начиная вот именно с этого конца. Мой рулет готов. Буквально за 10 минут можно приготовить вот такую красоту. Мало того, что это красиво, это очень полезно. И это прям сильно ПП. Очень ПП. Учитывая еще, что я пользовалась творогом, воспользовалась творогом. Можно еще сливочный сыр, конечно же, положить. Я обожаю это сочетание. Вот что-то сливочное. Авокадо плюс красная рыба. Если вы авокадо не любите, понятно, что вам этот рецепт не понравится. Вот для меня, я такой человек, чем больше авокадо, чем больше зелени, тем лучше. Поэтому я много добавляю. Ну, плюс еще огурец здесь такую свежесть придает. Ну, я обожаю этот рецепт. Если вы тоже немножко увлекаетесь ПП, если вы эти продукты по отдельности любите, попробуйте тоже. Это правда очень вкусно. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ.